Здравствуйте! Это Сумма за неделю. Несколько сюжетов из недавнего прошлого про самое настоящее. Сегодня в программе алкогольное отравление, бомж-бутыльки и солидные бутылки с отравой, как это делается на Урале. Совсем опустилось, как мегаполис пережил аномально низкие, даже по нашим меркам, температуры. Не доглядел. Никита Михалков все-таки добрался до Ельцин-центра и почему-то стал еще злее после посещения места, которое толком не рассмотрел. Тошнота, рвота и опьянение. В тяжелых случаях цианоз, затруднения дыхания, судороги, слабый частый пульс, отсутствие реакции зрачков на свет, смерть от остановки дыхания. Это выдержка из медицинской энциклопедии, описывающая признаки отравления метанолом. На этой неделе в Иркутске эти симптомы были больше, чем у сотни человек. Около половины из них умерло. Они пили самый, вроде бы, доступный в стране алкоголь из небольших бутылочек, их еще называют фумфыриками. В них разливают разные настойки и жидкости для очистки чего-нибудь. Формально лекарственные или косметические, а фактически пищевые, не подакцизные. О проблеме доступного и неподконтрольного алкоголя знают все и последние 20 лет. Не раз предпринимались попытки его как-нибудь ограничить. Массовое отравление случилось даже не от фумфыриков, а от подделок под фумфырики. С метиловым вместо этилового спирта. Евгения Лемесева узнала, как обстоят дела у нас. С подделками в маленьких бомж-бутыльках и в солидных больших бутылках. Две монеты поставил. Нам кризис, как ветер в паруса. Слоган продавцов лосьона «Боярка» в круглосуточных автоматах, которые появились на улицах Екатеринбурга в октябре. Эти нелегальные точки продажи спирта сегодня демонтированы. Но ветер кризиса по-прежнему дует попутно изобретательным продавцам, неконтролируемой выпивке и их клиентам. Лосьоны, одеколоны, косметические и как бы бытовые жидкости пьют те, у кого не хватает денег даже на самую недорогую водку. В погоне за дешевым алкоголем в Иркутске от отравления жидкостью для ванн под названием «Боярышник» погибло уже 74 человека. В больнице еще 31. Ну это вообще как бы наши покупатели. Обработки кожи и так далее. Я не знаю человека, который мог бы даже наносить с целью дезинфекции на лицо 75% спирт. Лом, хлеб, огнетушитель. До кучи незамерзайка, гуталин, клейбэф и даже зубная паста. Что объединяет эти, казалось бы, не связанные друг с другом вещи? Народная смекалка. Всякий, живший в СССР и служивший в армии, как опытный алхимик с помощью этих предметов получал спиртосодержащие жидкости. Сейчас экспериментаторов стало меньше, но жажда выпить по дешевке до сих пор берет верх над чувством самосохранения. На смену очищенной палитуре пришли другие дешевые средства. Тем более, что законное спиртное дорожает, а кустари становятся все изворотливей. Клиентам они предлагают даже элитные марки алкоголя. Сейчас сбор государства с каждой бутылки водки достигает 125 рублей. В магазине дешевле 190 рублей за пол-литра по закону быть не может. На эту сумму можно купить от 6 до 9 фунфыриков или полторы бутылки нелегальной. Контрафактный алкоголь делают вот так, на авторемонтном заводе Эльмаша. Неизвестно из чего, непонятно кем. Как стало известно, это, возможно, представители Осетии, которые гастролируют по стране, заезжают в различные склады, арендуют их на неделю, на две. Завозят туда свой осетинский спирт из заготовки. Это бутылки, различные пробки, наклейки, акцизы поддельные. Оборудуют производство за один день, неделю-две максимум работают. Разливают порядка 200 тысяч бутылок и потом меняют дислокацию. Дислокацию не меняют точки продажи в соцсетях. Предлагают скидки на большие партии и даже доставку. На вопрос, почему так дешево, распространители отвечают красиво. Просто это в другой стране покупается. Из Казахстана закупаем и привозим. Просто там ценят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Впечатления? Впечатления? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...